всем здарова рогатцы продолжаем играть флаут не вегас конечно же на максимальной сложности ну и с режимом хардкор находимся мы до данный момент в общем-то в гостинице прошу прощения какая тоже гостиница это казино вики events давайте переговорим вот с этим вот роботом пожалуй слим проходите привет дружище добро пожаловать в казино и музей вики events ты кто такой прям слим к вашим услугам настоящий ковбой и официальный гид музея и казино вики events а кто такие вики events эй дружище где вы живете в медвежьем углу вики events были криминальным дуэтом четвертым или может пятым по известности во всей америке вот кем они были прим слим расскажет о них все если у вас найдется минутка свободного времени ну рассказывай давай я не рассказывал эту историю на протяжении многих лет но обо всем по порядку прежде всего некоторые болтают чепуху будто вики events были подражателями так это просто клевета на деле они начали свою криминальную карьеру за два дня до того как бонни и клайд ограбили заболевать но кто кому подражал по правде говоря вики events не могут похвастаться такой чередой убийств и ограблений банков центральной части сша как бонни и клайд они промышляли кражами из магазинов подделка чеков и никогда не платили за бензин на заправках но преступление есть преступление прибавьте к этому еще нарушение правил дорожного движения они жили оружием ну по крайней мере у венса но было а значит и умереть должны были от пули наверное сама судьба привела их под перекрестный огонь между полицией и бантой грабителей банков в техасском городе плану а может они просто ничего не видели и спохватились когда уже было слишком поздно говорили что вики хотела обналичить фальшивый чек в этом банке правду мы никогда уже не узнаем нам известно только то что они оба погибли в машине под шквалом пуль а полиция выступила потом с официальными извинениями посмотрите на вон тот расстрелянный автомобиль рядом с ним в витрине лежит пистолет пулемет венса никаких копий только оригиналы ну до свидания добрый путь дружище так он сказал там пистолет пулемет лежит так камеру я подберу одежда венса этих манекенах вы видите копии костюмов найденных в багажнике авто автомобиля оставшего могилой для вики и венса венс не разделял пристрастия вики к элегантной одежде и выбирал для себя костюмы которые по его мнению должен был носить настоящий гангстер они костюмов нету ну хоть машина есть ружье венса под стеклом слева от этой таблички вы найдете 9 миллиметровый пистолет-пулемет это то самое оружие которое венс возил в обернутой бумагой коробки коробка лежала в багажнике автомобиля во время знаменитой серии ограблений совершенных венса и вики из этого оружия никогда не стреляли и она по счастью не пострадал от шквального огня под которым погиб его владелец идеальное состояние оружия внушает благоговейный страх всем тем кто на него смотрит эксперты полагают что венс мог бы убить по крайней мере пять человек пять десятков человек если бы начал стрелять и даже больше если бы имел дополнительные обоймы и не забывал вовремя перезаряжать оружием тут ничего нету наряды вики это копии нарядов показывают сколь тщательно вики следила за модой того времени вики была хорошо известна своей элегантностью и пристрастием дорогой одежде возможно это стало одной из причин толкнувших пару на путь преступления нифига нету так ты в курсе что вас обобрали как лохов шляпка давайте сообщим сообщим этому роботу что их короче обобрали привет дружище добро пожаловать в казино и музей вики и венс ты в курсе что оружие венса пропало просто подойдите к витрине и вы увидите его своими глазами это достойное оружие отличное состояние из него никогда не стреляли про сканирую свой реестр тебя хакнули посмотрите-ка на это я наткнулся на этот файл данных заблокированы в изолированной подсистеме так это получается нужно будет прослушать или прочитать этот файл да так блин а где это разная так но это рецепт мужчина она все еще тут женщина да все тут очки с мужчина здорово взяли и пошли прим слим приветствую друзья добро пожаловать в казино и музей вики и венс мужчина полин ты можешь заткнуть его женщина конечно солнышко хватай ружье и двигаем прим слим пожалуйста не трогайте экспонаты женщина почти готова память я тоже потру мужчина окей потопали я пока положу его в сейф вынем когда пойдем на дело женщина хорошо сейчас закончу с блоком памяти и вернемся в сайт там и закончим приготовлением понятно в общем то да мы можем сразу же сходить к этим товарищем которые украли это оружие но давайте мы в общем то пройдемся по квестам чтобы нам выбрать такое нам а давайте вот начнем в общем то с квеста давай полетаем так а да из казино не не получится да сразу же в общем то выпрыгнуть так а тут можно кстати порыться по урнам сигареты так а что тут у вас еще есть ребят деньги я ж тебя выключил как ты работаешь дальше или это не она играет так ладно это пожалуй не будем трогать что у нас тут в урне о сейф давайте возьмем возьмем в общем то все его содержимое журнальчик так нормально нормально так вот еще один журнальчик так это же блин я еще и тут прикольно наварился блок сигарет так хорошо я думаю можно будет отсюда сваливать так 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 Так, еще пачка сигарет В общем-то пригодится А давайте мы в общем-то Да, да, вот сразу же возьмем Да и может быть Раз продадим Подожди Здорово, папаш Так, что у тебя на продажу-то? Майерс приглядывает за нами И дела идут неплохо Я могу тебе сделать небольшую скидку Так, чиним сами Возьмем журнальчик Какие-то может... О, грязная водичка пригодится Микроядерные Некий старикан Так, а что мы продаем? Ну да, весь хлам, который нам не пригодится Мы продадим Так, 9-миллиметровый пистолет продаем Сигареты Гильзы И прочую лабуду Мы тоже продаем Денежки можно Отдать Блин, я так и тусую С этими лапами Когтей смерти Так, ну мясо дуть Мне вряд ли буду кушать Так, мясо муравьев Блин, 26 килограмм с половиной Так, а я что в этом В костюме генерала Хожу Весело, да Да, я в костюме генерала армии США хожу Так, хорошо Еще один довольный клиент Да Пока Пока-пока Так, давайте мы прямо здесь переоденемся Да, вот мультиплазменную можно это самое Так, костюмы Да, вот силовую броню Оставшихся Возьмем Так, ну и быстренько мы возьмем И сгоняем к нашему В общем-то Тайничку Сгрузим, в общем-то, ненужное Ну и В общем-то, двинемся по квесту Приятно посмотреть Да, босс Ты о чем это? Этот адепт Он стареет, но все равно делает все, чтобы быть полезным своим близким По мне, так это лучше, чем стареть в одиночку Или цепляться за давно угасшую былую славу Адепт применяет свои знания и опыт на пользу племени Я думаю, это благородно Да Вот и я так подумал А ты о чем думаешь? Старая история, босс Я вырос на ранчо Идальго Неподалеку от Мехико Ничего особенного Просто ферма и дом Где выросло три поколения нашей семьи Я был не самым послушным ребенком Зато отлично управлялся с пистолетом и гаечным ключом И не боялся лезть в драку Ни разу никого не убил Но неприятности от полиции огреб изрядно Семья старалась держать меня в узде Это было до войны Мы жили достаточно далеко от Мехико И когда упали бомбы Все самое страшное мы пропустили Но потом стало не сладко Продолжай После того, как Мехико превратился в пар По дороге к нашему ранчо хлынули беженцы Мы помогали кому могли Но их было слишком много Наконец, отцу пришлось гнать их прочь Пока у нас не кончилась еда Завязалась драка У нас с отцом было оружие Мы отбились И что же было дальше-то? Десятка-два мужчин вернулись ночью Когда мы легли спать Они подожгли ранчо И подперли дверь снаружи Вся моя семья была там Я учуял дым И успел вытащить в окно младшую сестренку Рафаэлу Но остальные Папа, мама, бабушка Двое братьев Две сестры Все погибли И что же было дальше? Мы с Рафаэлой бросились бежать Нас пытались догнать тех, кто поджег дом Но я уже тогда был неплохим стрелком Тех, кто погнался за нами, я убью Остальных не тронул Мой долг был позаботиться о Рафаэле А не сдохнуть, пытаясь отомстить И ты винишь себя за это? Возможно, не знаю Знаю только, что все мои стрелковые навыки Их не спасли В общем, вот и все, о чем я думал Спасибо за разговор, босс Да пожалуйста Такой милый этот парень Рауль Спасибо за разговор Блин, да Ну и знаете, есть хорошая поговорка Ну она как бы звучит немножко по-другому Я перефразирую, потому что не матерюсь А звучит она Говорить, не мешки таскать Так, у меня много грязной воды Всю ее таскать я, в общем-то Ну, не собираюсь Так, вот лапы когтей смерти сгружу Так, мясо этих толсторогов скину Очищенную воду, кстати, оставлю Вот эти вот плоды бананов Жратвы много, да, вот Так, а сюда? А сюда, чтобы мне скинуть Вроде бы у меня особо такого ненужного Ничего не осталось Ну вот один, кстати, этот саквояж докторский Могу оставить Так, вот эти вот микроядерные, в общем-то Тоже скину Так, эти скину Ага, ну и все Так, хорошо В общем-то, да Отправимся в испытательный полигон Рэпкон Я напомню, что пойдем по заданию Давайте полетаем Нам нужно будет войти в комплекс И узнать, откуда там взялись Гули Ну что ж, вперед И теперь я с ней Здорово, ребятки Так, по одному По одному Ай Да как можно прорахиваться с такого расстояния Тут, наверное, блин, слепой попадет Так Отлично Отбились от этих Гули Да, смотрите Тут же все Гули Бродяги идут Так, хорошо Ну, тем не менее, да Большого урона Они нам не нанесли Птички поют, да? Вот, сверчки жужжат Птички поют Ветер шумит Романтика, блин Хорошо, давайте это Войдем в комплекс Нам нужно В общем-то Заметил меня псина Угу Застрял, да? Ну, сейчас я тебе помогу Все, да? Так, это я возьму С вашего позволения Блин, я тоже застрял А тут реально В этой яме, да Хе-хе-хе А, не, можно выбраться? Я думал Оттуда без прыжка Не вылезти Так, хорошо Мы заходим Рэпкон комплекс Эй Сюда Ты слушаешь? Иди в большой зал В восточной части здания А потом поднимайся По металлической лестнице Наверх Поторопись Кто ты? Воин Кто я? Тебе это не должно волновать Гладкокожик Не теряй времени Поднимайся сюда Хорошо Шевелись Так, тень, да? Арматурина у нее есть Он будет Так, ну вы поняли Да что он умер Зачем нам прям Такие подробности Показывать Так, ладно Все это выбирать не буду В какую сторону пойти Блин Ты на цыпочках, блин Подкрадывался Так, они прут С той стороны А, ну да Здесь же дверь открыта Так, ну хорошо Да, вот в ближнем бою Валятся они Просто Кто-то заметил меня А, это ты, да? Ну Получай Бан Так Ха-ха Тут дофига металлолома Блин, а тут полным-полно Хороших вещей Блин Только вот Выбирать их Не очень-то выгодно Так Давайте Может Поднимемся На второй этаж Глянем Что у нас тут Жуткое место Да Так Подберем с них лут Так Вроде бы этого я не облутал Ага Ну да Это выход Блин Чуть не угодил А, хотя Этот У меня же легкий шаг Я могу наступать На эти капканы Ха-ха Я аж реально Успугался Я просто заметил его В самый последний момент Вот этот вот Медвежий капкан Да У меня же легкий шаг Я могу вот Ходить по ним И ничего мне за это и не будет Так Ну здесь Здесь сортир Так А здесь А здесь Кстати Простой Да Давайте его взломаем Получим опыта 30 опыта Ха-ха Так А здесь А здесь тоже Сортир Да Так Давайте вот В общем-то Да Уже Пойдем С этой стороны Вот Себе можно По капканам Ходить Легкий шаг Это тема Это просто Суперская Тема Да Вот Обожаю Этот пирк Честно говоря Это Очень полезная Хреновина Позволяет В общем-то Спокойно ходить И Не смотреть себе Под ноги Потому что В фэлауте Да Вот Очень часто Нужно смотреть себе Под ноги Дофига Разных мин Растяжек Да Все что угодно Может Может Попадаться Разные ловушки Радиоактивно Здесь Так Ладно Нет Я не письменный Стол Хотел Я хотел Пачку Сигарет Зазабрать Блин Тут Так Дофига Коридоров Да Где же вы Ребятки А Еще Арматурина А Вот Здесь Вот Они Да Так Руки Прочь От меня Тваль Это Они Сзади Бегут Да Блин Ты Откуда Вылез Парень Вот Он Еще Третий Блин Тут Такая Полутьма Человеченка Что Даже В общем-то Сключенный Фонарь Блин Кто-то Меня Пнул Так Это Конечно Жидознатно Ты мне Как бы Это Ничего Не Покалечил Парень Ну Как бы Ничего Не Покалечил Но Вот У Меня Тут Рука Туловище Да Покалеченное Да Их Тут Было Блин Реально Много Эти Вообще Дверь Выломали Так Тени Да С Арматурин А Нафига Эти Трупы Трупы Браминов Коров Офигеть Тут Что За Бойня Была Блин Гули Против Теней И Коров Блин Ребятки Нехило Развлекаетесь Я смотрю Так Секундочку Что Я Значит Хотел Какие-то Офисы Так Отсюда Вроде Бы Я Пришел Ребята Тут У вас Освещение Не Работает Так Ну ладно Давайте Мы В общем-то Более Тщательно Здесь Поры Скаем Кстати Мне Нужно Немножко Это Самое Снаряжение Привести В порядок Так Вот Эти Вот Рясы Зря Конечно Я Их Беру Они Конечно Же Весят Мало Но С Другой Страны Они Тоже Ничего Не Стоят Торматурины Да Вот Можно Пообъединять Так Хорошо Блин Честно говоря Я уже Запутался Так Ну Если Дверь Не взломанная То Скорее Всего Я здесь Не был Так Сейф Сейф Простой Да Этот Только Только Блин На руку Мне Так Ну Возьму Всю Да Охотничий Револьвер Так Ты уж Извиняй Дядька Но Он тебе Не понадобится Так Есть Да Так Отлично Эту дверь Можно Тоже Взломать Получим Опыта Так Что За Подсобка Так Я Здесь Был Вот Здесь Я Был Да Это Идет На Первый Этаж Ага Все Разобрался Давайте Пойдем Вот В эту Вот Сторон В общем По офисам Я Еще Не Ходил Давайте Мы Пройдемся По Офисам Так Здесь Я Был Вроде Да Да Здесь Я Был Ага Так Еще Дверь В общем То С простым Замком Блин Это Чудо Клей Отлетел Потому Что Есть Некоторые Растяжки Они В общем То Подсоединены К Дверям В общем То Когда Открываешь Дверь Растяжка Срабатывает Так Блин А здесь Как бы Нехило Да Нехило С Запасами Разными Так Сюда Офис Офис Офисмен Что за терминал Общая Кухня Рэпкон Внутренняя Корреспонденция 3458342 Кому Все сотрудники Рэпкон От кого Эмили Наймайер Менеджер Административного Отдела Всем привет Пожалуйста Учите Использование Кухни Привилегия А не Право Убирайте За собой Ведь чисто Не там Где метут А там Где не Сорят Да Запомните Ребятки Запомните Эти слова На всю Оставшуюся Жизнь Чисто Не там Где метут А там Где не Сорят С наилучшими Пожеланиями Эмили Эмили Помните Что на пище Оставленной В холодильнике Должна Быть Указана Дата Иначе В пятницу Вечером Ее Выбросят Пожалуйста Не забывайте Указывать Дату А Постскрипту Да Добро Пожаловать В Робко Или Робко Все сотрудники Ребкон От кого Стив Рейнолдс Главный Инженер Ракетного Полигона Приветствую Вас Коллеги Сотрудники Ребкон Я счастлив Объявить Что мы Завершили Заключение Сделки С Робко Начиная С завтрашнего Дня Мы официально Становимся Подразделением Робко Большая часть Из вас И не заметит Никаких Перемен Кроме Увеличения Выплат Спасибо За внимание И добро Пожаловать Семью Робко Стив Так Какие то Непонятные Символы Кому Штаб Квартира Робко Отдел Снабжения От кого Билл Мартин Комендант Ребкон Дорогие Снабженцы Робко Во первых Позвольте Сказать Что мы Все В восторге От слияния Наших Компаний Это просто Классно Быть частью Такой Корпорации Как Робко Нет Нет У вас Каких то Сбоев В цепочке Поставок Вчера Нам Доставили Ящики В них Обнаружилось Почти Три сотни Устройств Под Три сотни Под названием Стелсбой Ничего Если я Спрошу Что А Ничего Если я Спрошу Что Это За Штуки Они Действительно Делают Человека Невидимыми Звучит Невероятно Интересно Что еще Робко Робко Придумает Дайте Мне знать Если Эта Поставка Пришла К нам По ошибке Если Это Не ошибка Ничего Страшного Не сомневаюсь Что С такими Вещицами Можно Здорово Позабавиться С Наилучшими Пожеланиями Билл Мартин Доступ К личному Серверу Угу Визит Робко Кому Стив Рейнольдс Главный Инженер Ракетного Полигона От Кого Пирс Айсли Исполнительный Директор Стив Пожалуйста Удостоверься Что У вас Все Все Готово К визиту Робко Мы Сейчас Ведем Переговоры Об Общей Стоимости Проекта Так Что Чем Успешнее Пройдут Завтрашние Испытания Тем Лучше Для Нас Всех Ответ Визит Робко Кому Пирс Айсли Исполнительный Директор От Кого Стив Рейнольдс Главный Инженер Ракетного Полигона Сэр Мы Тщательным Образом Расследуем Обстоятельства Вчерашнего Инцидента Наши Наши Самые Квалифицированные Специалисты В один Голос Уверяли Меня Что Испытания Пройдут Без Сучка Без Задореньки Почему Задореньки Зазореньки Или Задореньки Правильно Говорит Никогда Об этом Не задумался Мы Начинаем Сегодня Обеззараживание Территории Но Мне Сказали Что Для Полной Очистки От Радиации Могут Потребоваться Годы Ответ Визит Рабко Кому Стив Рейнолдс Главный Инженер Ракетного Полигона От Кого Пирс Айсли Исполнительный Директор Показательно Накажи Кого Нибудь За Вчерашний Инцидент Существенно Ухудшил Наше Положение В переговорах С Рабко Я Хочу Чтобы Они Знали Что Мы Умеем Наводить Порядок У себя В доме Ясно Кого-то Наказали Так Секундочку Я по-моему Сюда Пришел Так Ну это Я вроде Бы Читал Да Так Пороемся Пороемся В этом Шкафу Еще Так Давайте Мы И здесь В общем-то Все Разграбим Так Это По-моему Это Я все Читал Блин А здесь Довольно-таки Обширный Офисные Помещения Я вам Скажу Уход Мартина Что-то Новенькое Кому Гордон Пиши Старший Инженер От Кого Эмили Наймайер Менеджер Административного Отдела Привет Гордон Я Как и ты Была Удивлена Услышав Об уходе Мартина Казалось Все Идет Так Хорошо Устроить Вечеринку Отличная Идея Я уверена Он Будет Рад Видеть Всех Свои Последний День В офисе Дай мне Знать Если Я могу Чем-нибудь Помочь Эмили Ну Он же Не Просто Так Ушел Там Скрывается Какая-то Прямо Душещипательная Тайна Он же Не Просто Так В общем-то Ушел Наверняка Своими Мерзкими Лапами Он Прихватил Пару Секретов Рабко Так Это Понятно Патроны В письменном Столе Так Это Можно Открыть А что Только 20 Раньше Давали По 30 Опыта Так И неужели Все Пусто Так Эти Ребятки Меня Наверное Уже Заждались Я Тут Как Бы Это Прочесую Очень Внимательно Весь Этот Комплекс Так Это Наверное Кабинет Какого-то Важного Начальника Администратор 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 Репкон Терминал Хранилище Кому Стив Рейнолдс Главный Инженер Ракетного Полигона От кого Бил Леви Техник Привет Стив Мы Закончили Работы По Превращению Старой Генераторной В хранилище Как Ты Просил Если Тебе Понадобится Доступ К Сейфу То Пароль Такой То С Наилучшими Пожеланиями Бил Ответ Выход На Пенсию Кому Стив Рейнолдс Главный Инженер Ракетного Полигона От кого Мартин Май Май Старший Инженер Привет Стиви Не могу Сказать Что Я Удивлен Ты Был Скользким Гаденышем Еще Тогда Много Лет Назад Когда Мы Начали Здесь Работать Конечно Надо Было На Кого Все Свалить Правда Так Почему Бы Не На Старого Друга Того Аварийного Выброса Никогда Бы Не Случилось Если Бы Ты Так Не Давил На Команду И Не Старался Бы Сэкономить На Зарплатах Нанимая Малоквалифицированный Персонал Буду Счастлив Получить Расчеты Никогда Больше С тобой Не Встречаться Мартин А Я Ж Говорил Ребята Я Ж Говорил Что То Здесь Случилось Тайная История Он Ж Не Просто Так Ушел Блин Санта Барбара Только Только Под Названием Фоллаут Так Это Ясно Блин Этот Комплекс Огромный И Темный Блин Ну Хоть Что Нибудь Что Нибудь Было Бы В Этих Сундуках Так Ну Здесь Посветлее Здесь Немножко Посветлее Так А я Здесь По-моему Не Был В Этой Части Офисов Или Был Блин Какое же У вас Тут Все Одинаковое Это же Блин Очень Легко Запутаться Так Ну В общем То Да Никаких Полезных Вещей Нет Значит Я Скорее Всего Здесь Был Ну Да Конечно Так Ага Я Походу Прошелся По Кругу Ладно Давайте Мы Будем Подниматься Нам Вроде Бы Туда Наверх Нужно Да Кто Придумал Блин Такие Лестницы Так Давайте Берем Этого Этого Мертвого Гуля Заходим Или Нужно Поговорить Ладно Кладкокошек Заходи Смотри Не делай Никаких Глупостей Я буду Наблюдать За тобой Спокойно Спокойно Да Да, стой ты. Вот он, Джейсон. Привет тебе. Прости, что привечаем тебя в такой скромной обиде. Наш настоящий дом находится в прекрасных даль. Ты здесь за тем, чтобы помочь нам совершить великое путешествие? Я здесь, потому что дикие гули стали нападать на новок. И их убивали как животных. Не правда ли? Эти гули тоже были моей паствой, несмотря на то, что безумие смутило их разум. Мы никогда не позволяли им выходить наружу. Мы держали их в безопасности на первом этаже и заперли двери. Наверное, демоны выпустили их. Теперь они потеряны навсегда. Путь к спасению и исцелению в прекрасных дальях для них закрыт. Пожалуйста, имея в виду, что каждый дикий гуй, которого ты оставишь в живых, может быть спасен в будущем. Когда дорога будет свободна, наши обезумевшие братья и сестры будут сопровождать нас в великом путешествии. Если, конечно, доживут до него. А кто ты, воин? Я Джейсон Брайт, пророк великого путешествия. Все гули, которых ты здесь видишь, принадлежат к моей пастве. Твоя фамилия Брайт, то есть яркий и блестящий. Интересно. Значащее имя, не так ли? Да, это моя фамилия. Она всегда такой была, еще до Великой войны. И тогда я был совсем другим. Воистину, создатель, творец судьбы всех и каждого. Расскажи мне поподробнее об этих демонах. Демоны появились из ниоткуда. Если точнее, они вообще не появлялись. Демоны невидимы. Все, что выдает демона, слабое мерцание, как блики солнца на воде. Они напали на нас утром, когда я и моя паства направлялись молиться. Мы только вошли в подвал. Моя паства храбро сражалась и убила нескольких демонов. Но какой ценой? Почти половина из нас погибла или пропала без вести. Те, кто остался, спрятались здесь. Один из демонов что-то орал нам, но с тех пор нас не трогает. Тем не менее, присутствие демонов заставило на время приостановить все работы по подготовке к великому путешествию. Но теперь появляешься ты. Еще раз создатель посылает нам человека, чтобы помочь преодолеть препятствия, кажущиеся непреодолимым. Ты сказал, что один из демонов что-то орал тебе? Да, по интеркому. Он угрожал смертью, если мы выйдем отсюда. И обещал безопасность, если останется здесь. Это продолжалось несколько часов. Иногда вообще было непонятно, о чем он говорит. Впрочем, так было только в первый день нашего заточения. Потом тишина. Ты изгонишь демонов? Я избавлю вас от демонов в подвале. Хвала создателю. Да пребудет с тобой благословение. И с нами со всеми тоже. Когда демоны будут изгнаны, мы можем продолжить приготовление к великому путешествию. Вечер добрый. Вечер в хату. Так, нам нужно, в общем-то, избавиться, как вы уже поняли, от супер теней. От этих вот супер мутантов теней. В подвале. Так, ну что ж. Двигаем. Двигаем в подвал. Так, только, честно говоря, я это самое набит под завязку. 248, да, больше 50 фунтов. Могу еще потаскать с собой. Так, а из костюмов что можно? Ну, блин, да, не сильно много я освободил этого самого места. Да, вот как мы поняли, это тени. Эти невидимые демоны. Ну, мы с ним уже как бы встречались. Наверное, вы, как и я, сразу же догадались, о чем идет речь. Так, давайте выключим фонарик. Как же все-таки ж хорошо, что у нас шли макс ПНВ. Да, здесь-то на самом-то деле такой полумрак стоит. Так, тихо-тихо. Прокрадываемся. Так, а здесь что у нас? Тут и есть. Что это, Богорок? У нас гость. Убейся, скорее. Убей его, Богорок. Ради безопасности. Ээээ... Окей, Богорок. Я спрошу. Привет, человек. Зачем ты здесь? С тобой все хорошо? Ты как-то странно разговариваешь. Я сам себя командир. Я командую своими войсками. Богорок направляет меня. А я веду свой народ. А кто такой Богорок? Кто такой Богорок? Кто такой Богорок? Богорок, человек спрашивает на тебя. Ты кто такой, да? Что мне сказать? Хорошо. Хорошо. Да. Да, конечно. Кто такой Богорок? Для тебя неважно. Богорок требует от тебя иметь дело со мной. А ты кто такой? Я... Я посвятил себя Богороку. Но до Богорога... Ммм... Капитан когда-то. Фамилия Дэвисон. Имя? Не помню. Я командовал войском теней. Элита хозяина. Великая честь. Большая гордость. Что-то случилось. Мы бродили по пустыне. Жизнь без хозяина была. Тяжелой. Другие повредились умом. Стали безумными. Но потом я нашел вам нового хозяина. Я нашел Богорога. С тех пор все пошло хорошо. Слушай, а этот Богорок не тот ли череп Брамина? Хватит человек. Серьезно. Последнее предупреждение. Тебе дают приказы старая кость? Ну все. Богорок проткнет тебя рогами. Богорок для себя. Блин. Да я же не знал, что ты прям так обидишься. Ты че парень? Я же просто спросил. Блин, он меня метелит чем-то. Да уйди ты. Так, я одного грохнул. Так, сейчас грохну и вот этот вот. Вот это вот тень мастера. Да, хватит. Хватит мотать головой туда-сюда. Офигеть. Они реально какие-то бешеные. Честное слово. Давайте стимулятор. Так, большой меч. Так, ладно. Видимо с этими супермутантами договориться не придется. Хотя, в общем-то, с ними можно было договориться по-мирному. Ну да и ладно. Ну, туда пришлось бы убить гуля. Тут как бы, да, или-или. Так, давайте мы еще один стимулятор. Заколем себе в ляжку. Так. А здесь что? Иди возьми, ты большая ду... Эй, да ты не из этих тварей. Кто ты? И зачем тебя здесь черти носят? Джейсон послал меня сюда и попросил избавиться от демов. Писер заклад, он сказал, что по воле создателя именно тебе доверено рискнуть своей шкурой, а не ему. Что ж, удачи. Я б мог помочь, но не тянет. Может, я похож на труп, но жить мне хочется. А как тебя угораздило оказаться в этой ловушке, парень? Во-первых, я не в ловушке. Это тактический выбор, понятно? Я не могу сражаться с этими тварями в открытом бою. Так что я нашел хорошую оборонительную позицию и защищаю ее, ясно? Ах, таково я пытаюсь обмануть. Я в ловушке. Меня зовут Харленд. Рад встрече. Случилось вот что. Я сопровождал вниз рабочих, когда эти твари атаковали нас. Схватка началась наверху, но некоторые запаниковали и побежали в подвал. Я последовал за ними. Оказалось, что внизу было еще больше этих ублюдков, чем наверху, и дела наши пошли совсем плохо. Я не мог найти остальных, так что я забрался в эту комнату и начинил ее ловушками. Конец истории. Слушай, ты не похож на других гули из группы Брайта. Это ясно по одежде, точно. Я никогда не верил в эту религиозную мумбу-юмбу с рясами и прочей хренью. Но на пустошах одиноко, ясно? Не буду тебе говорить, но в группе Брайта несколько очень симпатичных гулечек. А, или я уже сказал об этом? В любом случае, я помогал им. А они обеспечивали меня боеприпасами и хорошей компанией. И как тебе удалось выжить? Я не привереда. Источник протеина, мясо от тараканов, вода, конденсат, струб, туалет в дальнем углу комнаты. Не могу сказать, что это очень комфортабельно. И как же я могу помочь тебе выбраться из этой комнаты? Ну да, тут его можно убить. В общем-то, скажу сразу же, что вот этот вот Дэвидсон, да, тень, которая, в общем-то, являлась, так сказать, да, головой вот этих вот теней, которые, в общем-то, напали на вот эту вот паству. В общем-то, он просил помочь в убийстве вот этого Дгуля, да, и тогда можно было бы с тенями разойтись безопасно. То есть, можно было там им сказать, что, в общем-то, ну, они, как бы, понятно, они ищут стелсбои. Да, ну и можно было, как бы, сказать, что стелсбоев нету, а этого Гуля я устранил. И тогда можно было с ними, в общем-то, мирно разойтись. Ну, можно же, наоборот, поддержать Гулли, да, вот, а этого парня убить. Ну, в общем-то, я, не знаю, ну, выбрал Гулли, хорошо. И как я могу тебе помочь выбраться из этой комнаты? О, я смотрю, тебе знакомы правила хорошего тона. И если бы дело касалось только меня и тебя, я бы выполнил твою просьбу, но... Мы были здесь с подругой, когда эти ублюдки-мутанты выскочили из ниоткуда. Она испугалась и убежала не в том направлении, глубже в подвал. Скорее всего, она мертва, но я никуда не пойду отсюда, пока не буду знать точно. Я бы и сам отправился на поиски, но меня тут же убили бы. Кроме того, мне кажется, находчивость твой конёк. Найди мою подругу, и я отсюда уйду. Хорошо, попытаюсь найти твою подружку. Спасибо. Дай мне знать, что там. Надеюсь, с ней всё в порядке. Так, хорошо. Нужно найти подругу Харленда, которую увели тени с собой. Так. Фу. Я здесь вроде бы всё просмотрел. Так, ну вот эти вот вещи мы, конечно, подберём. Ядерные батареи. Ну да, в принципе, нам говорили, что здесь... Довольно-таки богатое место, этот комплекс. А у меня перегруз. И как же мне с ним бороться? Давайте вот эти вот рясы... Нет, это... Придётся ТГМ-у включать. Да, в общем-то, жадность это плохо. Да, вот он общался вот с этой вот... Ха... С этой черепушкой Брамина. Ха... Да, бедный чувак. Совсем поехал кукухой. Так, в общем-то, да, нам нужно будет найти подружку этого... Блин, ну... Что поделать? И я тебя вижу. Да хватит лупить меня арматуриной. Гад. Тень-мастер. Да, знаю, блин, что я перегружен и что тяжело. Он прям шаркает ногами. Вот он. Да он же был только что здесь. Куда он забежал? Так... Сенсорные модули. Блин, да здесь дофига всего интересного. Интересного. Проводники. Да, здесь прям вот дофигища всего интересного. Еще сенсорные модули. Блин, понадобятся. И ядерные батареи тоже. Запальники. Так, это я... Это я, в общем-то, хорошо зашел. Так, ну вроде бы все ценное взял и отсюда. Холодильничек тут даже есть. Хм, неплохо. Так. Да-да-да-да-да. Тень-мастер. На тебе в чердан. Да не закрывай руками голову. Так, стейк я, пожалуй, возьму. Кстати, а что у нас со статами? Можно, наверное, перекусить будет. Так, сто восемьдесят восемь. Да, давайте мы сейчас быстренько перекусим. Так, сто два. Так, вот эти вот плоды можно будет. Ну и вот... Вот этот вот плод. Так, пожалуй, можно будет грязную водичку выпить. Так, конечно, проблемы с перегрузом это не решило. Вот он топает ногами. Вот ходит и топает ногами. Или это я топаю ногами? Да нет, это он. Так, хорошо, давайте мы сюда сходим. Так, еще запальники. Блин, это ж я когда продам, я стану богатым-богатым. Да, конечно, это все мелочевка. Но тем не менее, как бы... Великие вещи строятся из малого. А здесь никого нету. Как... А, вот он. Блин. Так, сейчас мы ему... Да, только ТГ ему нужно выключить. Сейчас мы ему всыпем. Зря ты подошел сюда, парень. Так, секунду. Секунду. Я тут смотрю, что это дело плохо. Так, ну да. В общем-то, руку он мне покалечит. Есть. Так, отличная вещь автостимулятор, да? Так, хорошо. Так, только нам бы нужно... Где-то у меня были суперстимуляторы. Да. Так, хорошо, давайте просмотрим, что у нас тут есть. И сигареты есть. И пачки сигарет есть. Так. Да-да, мы поняли. В общем-то, что... Суперстимулятор закончился. Так, а в письменном столе ключ от тюрьмы? Да-да-да, смотрите, тут дофигища всего интересного. А ядерных батарей зато сколько? А интересно, из ядерных батарей нельзя вытягивать энергобоеприпасы? Так, что за тюрьма? Что тут у нас есть? Ну, как бы, да, вот мелочёвка разная. Так, ну здесь ничего нету. Так, здесь тоже ничего нету. Гульпли... А, вот. Так, ладно, давайте мы снимем с неё шкуру... Одежду, блин. Так, ну здесь нифига нету интересного. Отсюда я пришёл, да? Туда я ушёл. А вот эту вот дверь... Ну да, я тоже, в общем-то, обследовал. Так, секундочку, как отсюда выбраться? Так, нужно будет сказать этому Гулю, что, в общем-то, его подружка, к сожалению, приказала долго жить. Блин, так не все тени ещё, это самое, склеили ласты. Вот шаркает ногами, вот он где-то. Где-то вот он... Вот он где-то здесь. Или не здесь? Так, вроде бы здесь Гуль этот самый живёт. Удалось найти мою подругу? Да, к сожалению. Я вижу. Ладно, рассказывай всё. Проклятие. Мне будет не хватать ей желтозубой улыбки. Ладно, твоя часть сёлки выполнена. Я выполню свою. Обыщи тут всё, если хочешь. Я собираюсь попытаться прорваться наверх. Так, ага. Это мы, в общем-то, сделали. Да, я не всех ещё, в общем-то, отстрелял супермутантов. Так, вроде бы здесь я был. Вроде бы здесь тоже был. Кто-то ещё остался. Так, это, походу, к тюрьме. Дорога, да? Я, походу, круг сделал. Чё-чё? Где ты? Скажи, где ты находишься? Не, серьёзно, да где он? Блин, так это ж можно долго так его... Прошу прощения. У меня аж горло садится. Это ж можно долго так его... Это тюрьма, да? Да, это тюрьма. Здесь я тюремщика. Подстрелил. Блин, мы с ним никак не можем встретиться, с этой тенью. А может быть... В эту сторону пойти? Да нет, я отсюда пришёл. Так, ну здесь я был, да? Это, это точно. А, блин, вот он. Так, только от ТГ ему придётся вырубить. Так. Так, всё-всё-всё, я перезаряжаю. Так. А, всё, да? Избавьтесь. Ага, да. Всё, нам нужно будет сообщить. Сообщить, что, в общем-то, мы избавились от всех теней. Так, только самое... Где тут у меня был суперстимулятор? Так, прекрасно. Давайте, да, вот мы поднимемся, в общем-то, наверх. И сообщим, что, в общем-то, да, мы избавились от этих демонов. Так, где этот Джейсон? Джейсон Брайт. Блин, да что у вас тут за лабиринты такие? Эй, привет! Здорово, да, я вижу, ты быстренько нашёл. В общем-то, своих дружков гулей. Так, может быть, на втором этаже? А, блин, вот он. Путь свободен? Да, демонов больше нету. Так, нужно направляться в подвал Рэбкона и поговорить с Джейсоном Брайтом о дальнейших действиях. Так, хорошо. В общем-то, двигаемся по направлению маркера. Офигеть, вы уже перееделись в какие-то скафандры. Эй, 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 помедленнее, я не успеваю. Так, хорошо, двигаемся в подвал вслед за этими ребятами. Так, а как... Ага, вот сюда. Вот сюда вот. Блин, да здесь тоже дофига всего разбросан. Да не, вы бегите, это... Вы бегите без меня, я так. Так, еще задержусь чуть-чуть. Так, я походу взял какую-то фигню. Ну, да и ладно, в общем-то. Блин, дофига ядерных батарей, дофига. Так, я когда раз продам, я стану, блин, богачом. Так. Еще сенсорные модули. Ну, нормально, как бы сенсорные модули продавать не буду. Я их, в общем-то, да, не продаю. Я их использую для автостимуляторов. Полезная вещь. Хотя, честно говоря, вообще... Довольки спорное решение. Так, а здесь? А здесь что у вас? Давайте проверим. С инспекцией пройдемся. Так, отлично. Так, ну все, да? Идем далее. Блин, меня побили этими арматурами. А не, смотрите, силовая бронька выдерживает удар арматурины. В общем-то, я думал, что мне ее раздолбали так в половину, наверное, хп. Но я смотрю, да, как новая. Видимо, отлично держит тупые удары. Вот эта вот броня-анклава. Так, ну здесь ничего нету. Вздохший генератор. Так, что тут у вас есть? Чудо-клей, да? Чудо-клей. Кстати, можно... Да, давайте мы еще вот автостимуляторов сделаем. Я бы, скорее всего, лучше рециклинг сделал. Так, ну я все переведу в микроядерные. В общем-то, да, я ими пользуюсь. Ну а микроядерные, в общем-то, да, я переведу, в общем-то, в максимальный заряд. шлем скафандра. Шлем скафандра. Скафандр. Скороварк. Так, ментаты, стимулятор, Мидикс. Все пригодится в хозяйстве. Сколько у меня там вес? Шестьсот сорок девять. Ой, плюшкин. Я хочу поговорить с тобой в последний раз перед тем, как отправлюсь в великое путешествие. Мы навсегда запомним, что тебе удалось приблизить нас к началу великого путешествия. Наши приготовления подходят к концу, но ракеты, ведущие нас к спасению, еще не готовы к полету. Не хватает нескольких важных компонентов. Если ты все еще хочешь нам помочь, поговори с Крисом. Он скажет тебе, чего не хватает. Не знаю, как мы сможем тебя отблагодарить. Твое появление было для нас благословением. Мы всегда будем помнить тебя. Что такое великое путешествие? Мы стремимся сбежать от жестокости пустоши, в особенности насилия и ханжества. исходящих от человеческого населения. Создатель обещал моей пастве новые земли. Они принесут нам благоденствие и безопасность. Это рай в прекрасных далях. Приготовления к великому путешествию были почти закончены, когда появились демоны. Ты действительно собираешься совершать великое путешествие на этих ракетах? Да. Они приведут нас в земле обетованной, в прекрасные дали. Неспосланные мне видения подтверждают это. Эти ракеты приведут тебя и твою паству к падению на землю с высоты. паствуешься. что высказываешь свои опасения. Я понимаю, что ты беспокоишься. Но нам была открыта воля создателя. А что такое прекрасные дали? Они они лишь на мгновение являлись мне в видении. Но то, что я видел, воистину чудесно. Там повсюду целительный свет, и я знаю сердцем, что моя паства будет там благоденствовать. Давай поговорим лучше о Крисе. После всего, что тебе удалось для нас сделать, думаю, ты заслуживаешь знать все. Когда Крис пришел к нам, мы пытались убедить его, что он человек. Но это только злило его. Он казался потерян. Мы решили, пусть он побудет с нами несколько дней. За это время мы убедились, что его познание в технике намного выше нашего. Стало ясно, Создатель послал его нам, чтобы мы смогли совершить великое путешествие. Ясно было и то, что Крис должен трудиться в божественном заблуждении относительно своей человеческой природы, а также то, что сам Крис отправиться в путешествие не сможет. Нельзя назвать совпадением, что два человека определили успех великого путешествия. Я верю, что Создатель послал вас, чтобы искупить грехи людей перед моим родом. Вы оба наши спасители. И вы планируете оставить Криса здесь? Такова воля Создателя. Мне было явлено в видениях, что если Крис попробует отправиться с нами, то не проживет и нескольких минут. Радиация близ стартовой площадки такова, что убьет его за мгновение, а радиоактивный фон в прекрасных далях еще выше. Ладно, меня в общем-то это не касается. Своих проблем хватает, знаете ли. Перед нашим отлетом Крис будет объявлен святым великого путешествия. Надеюсь, это его немного утешит. Ну что ж, до свидания, Джейсон. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность. Твой приход стал благословением. Мы всегда будем тебя помнить. Ну что ж, всего хорошего, до свидания, как говорится, летите. Летите, в общем-то, и будьте аккуратными. Давайте мы, в общем-то, вторую часть этого квеста, ну потому что он еще не закончен. Мы оставим на следующую серию. А пока что, давайте я с вами попрощаюсь. Не забывайте про ваши лайки, подписки и комментарии. Да, и тебе тоже здорово. В общем-то, увидимся, услышимся в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр и всем пока.